Так, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яна Федорова. Вон у меня там что сегодня вижу. Гацани прекрасно распустилась. Так, я ее сейчас достану, чтобы поближе показать и рассказать. Так, аккуратненько. Подставочку. Вот какой кустик Гацани. Этот кустик я вам уже показывала. Сначала на нем был только один цветок, а сейчас вот уже три. Ну, потому что сначала была одна розеточка, ну, как бы розеточка, можно сказать. Теперь сначала она в то время как бы на три немножечко разделялась, а вот сейчас уже полностью разделилась. И из этих розеток тоже по цветоносу пошло. И вот какие приколенькие, хорошенькие, веселенькие. Да чего ж она яркая, вы даже не представляете. Камера так не сможет передать все краски, как я вижу их в жизни. Обалдеть! Ну, вот вы видели уже, что этот кустик я пересадила на фитильный полив. Она прекрасно себя чувствует на фитильном поливе. И вот как замечательно распустилась. Цветет очень долго. К вечеру цветочки закрываются. Так, вот один цветочек уже отцвел у меня здесь. Даже, наверное, семена завязал, потому что у меня здесь пчелы и шмели залетают. Мог вполне опылиться. Вот он, этот фитильный полив. Вот она сквозь даже... Вот эта горлышко пропустила свои корни. Вот это вот все корни. И они прямо до воды достают. Какие большие корни у нее. Поэтому она хорошо питается и хорошо поливается. Всегда у нее достаточно воды. Никогда она не пересыхает на фитильном поливе. И поэтому вот дала хорошие цветки. Кстати, насчет пересыхания земляного кома это не только гацани касается, но и, в принципе, многих цветов. Когда пересыхает земляной ком, то цветки могут быть неровными или вообще даже отпасть. И листья сами могут от этого как бы деформироваться и немножечко скручиваться. Потому что одна часть клеток растет, а другая часть клеток недополучает воды и как бы тормозится. И поэтому получается как бы неравномерный рост. И поэтому и сами листья, и цветки получаются такими как бы корявыми. Вот так вот. Так что видите, как хорошо на фитильном поливе выращивать цветы. Все-все-все растет на фитильном поливе. У меня вот все, что я не пробовала, все получается прекрасно. Ни один цветочек даже не пропал. Вообще ни один. Все цветы уже много сотен пересадила на фитиль. И все-все-все, даже ни один не пропал. Все прекрасно себя чувствуют, цветут. Даже помидоры у меня стоят на фитильном поливе. Я потом как-нибудь вам покажу помидорки, баклажанки и перцы. Вот такие новости. Вот она какая чудо какое-то. Обалдеть. Мне даже не хочется ее переносить на клумбу, хотя у меня там все готово для этого. Я ее, наверное, оставлю дома. Она вот видите, как в виде домашнего цветка прекрасно растет. Скоро она уже разделится, когда цветет. Эти же три розеточки разделятся еще на розеточки, потом еще больше даст цветов. И так можно ее выращивать всю лето и всю зиму круглогодично. Я в первом видео вам уже говорила, что в принципе гацанья цветок многолетний. Но только в наших широтах российских она не выживет, она вымерзнет. И поэтому мы ее так... Можно сажать ее в горшке, выносить на улицу. Можно прямо в грядках выращивать летом. Но осенью ее надо будет выкопать и перенести в дом. И в доме она продолжит цветение, продолжит расти. До следующей весны ее также можно сохранить и снова посадить в грунт. Либо можно выкопать ее осенью, обрезать всю зеленую часть, ну оставить только пеньки. И она в принципе все равно потом, эта часть зеленая отсохнет. И поместить прямо с землей, ну где-то в погреб, в подполье, чтобы она перезимовала в плюсовых условиях, не в минусовых. Если до нуля спустится температура, она может погибнуть. Вот тоже какое чудо. Ну конечно все требует возни, вот это перенесение. Но тем не менее, зато сколько радости. Уж до того она яркая. В гацане много-много разных цветов. Ну раскрасок, я имею ввиду, существует. У меня там на клумбе растет и белая, и красная оранжевая такая. Ну все они, все, ну просто, вот как огоньки какие-то. Вот прям издалека их видно. Настолько они позитив излучают. Вот я вам показывала уже калину бульданеш. Вот эти снежные шары, кустарник как бы в шарах снежных. Вот это калина бульданеш. На нее посмотришь, от нее как будто веет прохладой, когда смотришь на нее. Такой эффект. А когда на гацанью посмотришь, ну или вот на крассандру, веет прям позитив какой-то. Вот так поднимаю себе настроение. Вот такие новости.